так мы в прямом эфире всем здравствуйте кто с нами да пока сейчас народ собирается с вами поликлиника борисовка 2 мы педиатры рыбакой катернатольник зо татьяна анатольевна сегодня у нас будет интересная тема про укусы змей особенно вот я считаю актуальна эта ситуация сейчас когда у нас большинство людей на самоизоляции кто-то изолировал техническая заминка как раз все собираться мы поприветствуем наших подписчиков народ изолируются люди на дачах и сейчас уже сезон когда змеи могут поползать на солнышко и мы можем случайно не заметить да и стать жертвами поэтому вот сегодня как раз мы поговорим о том как это предотвратить и что все-таки делать в случае если такая ситуация случилась какую первую помощь оказать при укусе змеи у татьяна анатольевна начнет рассказ и если будет необходимость я продолжу и также в конце эфира мы с удовольствием ответим на все наживайте вопросы да пожалуйста очень хотелось бы чтобы эфир какой-то продукт обратной связи вообще так подумаем о том чтобы может быть с осенью тоже с альтиной владимировна обсудим запустить такой проект именно в рамках педиатрического отделения рубрика вопрос-ответ может быть эфир более короткий 5-10 минут но вот чтобы как пациенты которые какие-то вопросы для нас это нужно для того чтобы у нас наши пациенты подписчики познакомились нашими новыми докторами которые нас не так давно работает ну и соответственно всегда приятно когда ты можешь доктором живу поговорить задать какие-то вопросы конечно там для более детальных ситуаций обязательно там осмотр врача и консультация но есть какие-то вопросы которые бы хотел задать врачу поэтому вот наверное будем такое вводить более продуктивно да но мы и сейчас конечно ждем ваших вопросов сейчас в конце нашего рассказа дам по теме сегодняшний укус и змей повторю ее кто еще присоединяется начнем но про змей очень интересная тема конечно же очень актуально хотелось бы вам дать некоторую информацию про эту тему и дать некоторые советы как взрослым так так и и детям что хотелось бы сказать про змей вообще всегда встречи со змеей это опасно есть конечно змеи разных видов они подразделяются на змей которые есть ядовитые есть не ядовитые змеи но в любом случае оба этих вида они опасны опасно тем что они все-таки кусаются но конечно же наибольшую опасность для человека особенно для ребенка представляют именно ядовитые змеи очень важно важная информация такая как отличить все таки не ядовитую змею от ядовитые у них конечно есть свои внешне очень важные отличительные признаки от ядовитых змей и на территории нашей российской федерации также существует и ядовитые змеи которые здесь проживают но есть еще такой вариант обитания ядовитых змей как привозные привозные змеи в общем в любом случае все что ползет присмыкается все это все это опасно и как же выглядит ядовитая змея ядовитые змеи они имеют некоторые такие внешние отличительные признаки как особая форма головы как правило у них а головы имеют треугольную форму глаза у ядовитых змей имеют вертикальные щели тогда как у обычных не ядовитых змей глаза обычно круглые как правило ядовитая змея очень имеет такую очень яркую окраску либо такой интересный затейливый рисунок на контрастном фоне тела бывают особо такие ядовитые змеи которые на конце своего толщина это так называемую погремушку а некоторые змеи на ядовитые на конце хвоста имеют один ряд чешуек в отличие от не так не ядовитых змей у которых как правило их два ряда это про ада и очень важно такая внешняя отличительная черта ядовитых змей они имеют клыки и поэтому даже внешне укус ядовитые змеи от не ядовитые отличается тем что ядовитая змея оставляет на месте своего нападения один или два прокола тогда как если вас укусила не дай бог конечно же ядовитый змей это будет просто просто небольшая ранка это внешних таких признаках ядовитых змей да кстати еще хотел сказать немного про ядовит про вообще в целом про змей они имеют очень плохое зрение все змеи они очень плохо видят но у ядовитых змей есть между ноздрями и глазами так называемый термо чувствительная ямка и змеи они именно реагируют на тепло приближающиеся и отдаляющиеся тепло и также ощутить человека или другую теплокровную добычу они способны именно этой термо чувствительной ямкой вот это такие особенности где же можно всем нам повстречаться с этим обитателем живого мира нашего все змеи они кто-то любит обитать на территориях рядом с водоемами причем с водоемами со стоячей водой сами пить змеи любят конечно чистую воду но вот именно место своего жительства чаще всего некоторые не все выбирают именно участки со стоячей водой другие змеи они любят больше обитать на песчаных территориях это может быть даже прибрежная песчаная зона там где они вылазят погреться полежать на солнышке кто-то из змей очень любит такие скрытые участки как большие камни валуны под корнями деревьев где-то в каких-то углублениях ямках в кустистых местах некоторые змеи они даже могут делать там гнезда в этих участках и всю эту территорию даже рядом прилегающие к тому что я вот выше рассказала они держат постоянно под под наблюдение под контролем поэтому даже вот такие рядом расположенность вышеописанными местами участки нужно тоже избегать это важно знать родителям и это важно рассказать своим детям да это вот где мы можем встретиться со змеей опасно почему мы говорим вообще о змеях потому что как я уже говорила нужно сказать своему ребенку что встреча со змеей это опасно и опасно смертельно потому что в железах ядовитой змеи содержится яд при укусе змеи этот яд вместе вот через железо через клыки передается в ткани и этот яд он обладает и нейротоксическим действием и гемато токсичным действием и поэтому через несколько минут или даже часов может наступить летальный исход при укусе то есть чем это опасно а в лучшем случае это будет местные повреждения тканей с дальнейшим развитием воспалительных процессов и даже некрозы и гангренозных изменений вот в чем опасность встречи со змеей но какие могут быть клинические проявления если вдруг все таки укусила змея ядовиты какие клинические проявления могут быть как я уже говорил это местные и есть общее проявление местные это образование местные ранки и если это ядовитые змея это вместо укуса 1 2 прокола от клыков место отечные напряженные болезненные очень это место очень болит есть ощущение сжение очень быстро развивается отек он синюшного багрового цвета вот такие вот изменения есть общее проявление действия яда змея который проявляется в слабости очень быстро нарастающий ощущение тошноты рвота бледности кожных покров учащение дыхание сердцебиение может быть даже потери сознания как правило змеи если они кусают то они кусают в конечности это руки ноги и чем и еще очень такие опасные места укусы это места магистральных сосудов это шея лицо паховая область и еще хочется сказать про то от чего же зависит какая клиническая картина будет развиваться в результате укуса она может разниться это зависит от возраста человека наиболее подвержены воздействию яда змей а дети и более пожилого возраста люди а также люди которые имеют сниженный иммунитет или наличие хронических заболеваний также клинической картины будет зависеть от того как я уже сказала куда укусила змея наиболее опасные участки я уже перечислила также клиническая картина будет зависеть от того какая это была змея вид змеи до ядовитая на или не ядовитая и даже размер змеи более маленькой молодая змейка менее опасна чем взрослые уже осыпь хотелось бы дать советы родителям по поводу того что со своими детьми нужно вести диалог на первый момент что встреча со змеей это опасно смертельно ребенку об нужно говорить постоянно и как можно чаще потому что если ребенок не имел не прямого контакта со змею если он ее даже никогда не видел то понять на словах что это опасно будет невозможно поэтому родители показывайте на картинках своим детям что это змея какой у нее рисунок что у нее есть клыки что она может укусить это будет опасно и ребенку также нужно говорить о том что если вдруг он увидит эту змею как себя нужно вести при этом нужно рассказать ребенку бывает так что ребенок да что еще нужно сказать правила да какие нужно вот во первых ребенку нужно показывать хотя бы на картинке говорить что это что опасно и как же нужно вести себя малышу если вдруг он встретился со змеей нужно ему рассказать о том что если вдруг он увидел змею не нужно паниковать нужно остановиться и постараться уйти уйти очень медленными шагами медленными плавными шагами не нужно при этом делать резких движений особенно руками не нужно кидать в змею камнями палками просто ребенку нужно объяснить что нужно уйти если змея да еще ребенок нужно объяснить что змея будет нападать только в том случае на малыша если она почувствует что он ей оказывает какую-то опасность сам на нее нападает поэтому никаких резких движений медленными спокойными шажками уйти в сторонку бывает и так что змея может укусить а ребенок об этом вам не скажет но дети бывают разные поэтому вам родители такой совет очень важный будьте внимательны более внимательны к своим детям особенно если вы выехали куда-то на природу внимательны будьте к тому как ребенок выглядит чаще старайтесь осматривать его кожные покровы потому что бывают такие рамки такие змеи которые кусают образуют ранку и она очень быстро затягивается и можно ее даже вовремя и не заметить а клиническая картина будет развиваться если вы вот такие советы что вы должны сказать своему ребенку да и очень важно если вдруг ребенок увидел змею и она неподвижна то это может быть два варианта либо она живая но она замерла и таким образом она может находиться очень долгое время несколько часов даже в таком состоянии неподвижности кажется будто бы она не живая но при этом змея таким образом собирает информацию для себя из окружающей среды движение предметов вибрацию толчки земли либо если она ведет себя неподвижно она может быть просто мертвой но очень важно еще знать что у мертвых рептилий очень выражены рефлексы даже мертвая змея может укусить просто рефлекторно и такое тоже бывает поэтому если вдруг ваш ребенок увидел вот такую неподвижную змею один ему совет уйди так и рассказать своему малышу если вдруг случилось так что все-таки ребенка либо взрослого человека змея укусила что нужно делать нужно оказать первую помощь каким образом необходимо прежде всего тот кто прежде всего все-таки постараться запомнить внешний вид змеи либо сфотографировать если она вдруг уползает уже от вас не следует ее догонять постарайтесь издалека ее сфотографировать или запомнить хотя бы такие и отличительные черты как размер ее большая маленькая окраска какого она цвета если у нее рисунок ну вдруг если на конце туловища погремушка вы увидели либо клыки заметили постарайтесь максимально запомнить эту внешнюю картину потому что это вам понадобится для того чтобы в последующем рассказать лечащему доктору какая была змея чтобы подобрать противоядие к ней дальше а мы вызываем скорую помощь именно вызываем не старайтесь сами самостоятельно ехать в стационар почему потому что не в каждой клинике есть противоядие от конкретного от конкретной змеи от конкретного гада поэтому лучше позвонить в скорую помощь рассказать какая примерно змея укусила чтобы скорая помощь уже сориентировалась в какую клинику уже вас необходимо вести дальше дальше мы непосредственно занимаемся раной мы моем свои руки и обрабатываем их дезинфицирующим средством дальше необходимо промыть рану теплой чистой проточной водой с мыльным раствором и обработать антисептиком но рекомендуется не всяким не любым антисептиком обрабатывать рану нежелательно рану обрабатывать именно спиртовым раствором потому что считается да и все знают что спирт он расширяет сосуды то есть местные могут расшириться сосуды этот яд просто быстрее сосется рекомендует чаще всего обрабатывать рану именно раствором йода считается что йод он же обладает летучими свойствами поэтому он частично нейтрализуя яд может просто его вывести благодаря своему летучему действию из раны поэтому если есть то обработать именно йодом если ничего нет ни воды ни йода то можно обработать просто антисептической салфеткой но это сделать очень важно потому что на ране могут остаться частички и следы яда которые нужно обязательно убрать еще что очень важно сделать важно освободить то место укуса от одежды потому что отек будет нарастать и сдавливающая одежда точнее одежда может сдавливать с ткани что в последующем усилит отек если это была нога укусили укусила в ногу то нужно снять обувь если вы укусили в руку укусила змея в руку нужно снять все украшения часы все так же по причине нарастающего отека дальше если это опять же конечности змея укусила в конечность то нужно полностью ее и мобилизовать на ногу наступать нельзя в руку нельзя брать никакие предметы ничего нести потому что работа пораженной конечности может привести к тому что яд будет просто быстрее распространяется по организму если есть такая возможность то пострадавшего нужно все-таки уложить обеспечить ему полный двигательный покой то есть двигаться нельзя желательно чтобы человек не двигался опять же с той целью чтобы яд медленнее распространялся по организму и очень важно что укушенное место но должно располагаться ниже уровня сердца вот такие вот рекомендации это в плане оказания помощи помощи до мое счастье в общем мне не приходилось оказывать помощь но там же опять же где у нас дом деревне я всегда ставлю вопрос фельдшеру который работает вот где в деревне да то есть там очень близко лес и у них змеи очень частые гости и я тоже видел неоднократно змеи и мои дети но я их готовила уже знаю куда мы едем да и у меня с собой была и аптечка я всегда у меня один и тот же вопрос как вы спасаетесь бывают и бывали ли у вас случаи укусы змеи и как вы выходили из положения как вы оказываете эту помощь поскольку вы с этим непосредственно сталкивать по-прежнему остается это удаление я правильно к тебе анатольевна сказала что горизонтальное положение максимально не двигаться с целью предотвращение и отека и с целью предотвращение вообще распространение яда по всему организму нужно максимально быстро обработав поверхность все таки этот яд удалить то есть по-прежнему отсасывание яда остается в рекомендациях тем же самым то есть если нет в полости рта никаких ранок это не опасно но этот яд нужно удалить потому что чем меньше будет останется яда тем меньше вероятность клинической картины более такой тяжелый вот но на мое счастье смертельных случаев вот она говорит за многие годы уже описаны не было единственной проблемой стала это добыча противоизменной сыворотки то есть я задала естественно вопросе есть ли у вас да это сыворотка если вдруг такое случается что вы делаете но к сожалению она говорит эта служба работает сейчас не очень хорошо и и достаточно проблематично я говорю как же вы спасаете в стационаре ближайшем с помощью введения моноглобулина вот и в любом случае в стационаре однозначно просто первые минуты первые минуты когда еще там нет возможности особенно если это на природе дождаться скорой вот правильно абсолютно татьяна анатольевна сказала тактику я еще раз прям повторю это горизонтальное максимальное положение пострадавшего чтобы он не двигался да потому что может быть даже возбуждение впервые минуту спокойно успокоиться и покойте пациента и пострадавшего обработать место раны да и освободить от одежды и естественно отсосать яд что нельзя делать вот это тоже считаю важно сказать ни в коем случае нельзя разрезать ничего да на коже даже если вам кажется чем-то страшным никакими там ни ножичками ни ничего вы не предпринимаете и правильно уже татьяна анатольевна сказал ничем таким прижигающим сильно не обрабатывать потому что это может усилить некроз да и повреждение ткани вот ну и наверное еще вкратце скажем проявление которые общий да помимо местных реакции расскажите как общая какая картина что мы это говорили уже это может быть слабость ощущение тошноты и рвоты бредность кожных покровов чувство сердцебиения отдышки может быть холодные спарина на коже выраженная бледность кожных покров и в плане помощи еще очень важно все-таки дать пострадавшему обильное питье и некоторые доктора еще рекомендуют дать все-таки сорбенты но если есть да в лучшем случае если есть да и что очень важно не нельзя до что чего еще нельзя делать нельзя если дать обильное питье то лучше простую воду нельзя давать вещество жидкости которые содержат большое количество кофеина это кофе до крепкий чай энергетики потому что все это увеличивает частоту сердечных сокращений и только он может нанести тем самым вред а вот еще нужно что сказать что поскольку все-таки укус достаточно болезненный но судя по тому что тоже рассказывали очевидцы до которые оказали помощь поэтому я уже говорили мы раньше на эфирах что принципе если вы выезжаете за город на дачу где там лесная зона степная зона нужно иметь аптечку и мы говорили что даже целесообразно при походе куда-то в лес даже принять антигистаминные препараты даже тем кто не аллергики потому что неизвестно что у нас там встретит это могут быть какие-то растения и насекомые и если антигистаминный препарат будет принят вреда от этого не будет никакого а в случае какой-то ситуации он сыграет свою роль но и в аптечке конечно должна быть антигистаминные средства средства экстренной помощи на случай развития анафилактического шока об этом мы тоже говорили в предыдущих эфирах то есть вы можете обратиться к своему лечащему терапевту если это взрослый человек если это ребенок и вы с ребенком выезжаете вы обращаетесь к педиатру сегодня у меня кстати был такой пациент ребенок с аллергическими реакциями они часто бывают на даче и мама даже попросила выписать рецепты на препараты которые вот в случае экстренной конечно я ее предупредила что в любом случае она вызывает скорую потому что скорая есть каждый район прикреплен все равно приедет как бы отдален он не был от города все равно скорая помощь работает везде но до приезда скорой ситуация будет разные в аптечке должны быть препараты скорой помощи к ним относятся препараты анальгин потому что при укусе змеи достаточно болезненные бывают ощущения и анальгин применяется внутримышечно и такие препараты как дексаметазон и супрастин это вот основное то что вот можно попросить своего доктора он вам выпишет и скажет о дозах которые согласно возрасту вашему ребенку нужно будет применить вот в такой экстренной ситуации вот но вот наверное это основное да и можно можно еще раз сказать о том как правильно деть ребенка да и взрослым да это лучше профилактика чем в воде в лес или куда-то там в общем на природу если в целом так сказать да ребенку нужно одевать прежде всего обувать его это должна быть обувь она должна быть закрытой это не сандалики да это никакие не шлюпанцы не сланца это закрытая обувь минимальное количество открытой кожи то есть это должна быть какая-то с рукавом кофточка это должны быть штанишки или колготочки на голове что-то обязательно какой-то головной убор обязательно использование репеллентов если нет репеллентов то можно ароматические какие-то масла очень даже помогает сок лимона если если есть эвкалипт там сосновые шишки что-то веточки какие-то с собой взять все это будет отпугивать насекомых да и и тем самым можно избежать нежелательных встреч в лесу да и вот еще важно участок да на котором ребенок ваш гуляет там где стоит ваш домик да он должен быть тщательно тоже осмотрен должны быть убраны все коряги какие-то доски где любят змеи выползать об этом кстати тоже вот говорила мне местный фельдшер что вот как раз не любит какие-то полуразрушенные дома которые рядом располагаются там ли какие-то заброшенные стройки не дайте что-то там то что люди строят и не доделывать змеи там прячутся и участок должен быть тщательно окошен если допустим вы знаете что-то много как его это каких-то растений с помощью которых вы не справитесь своей газонокосилкой можно обратиться там к местным каким-то людям которые владеют там косу еще старый до простой вручную прокосить что все это убрать сделать уборку тоже дети конечно интересуются им где-то какие-то коряги палки интересно и даже бывает так что змея я сама видела в лесу она очень бывает так лежит правильно пускай неподвижно она похожа до какую-то на палку да и детям до нужно проговаривать это у меня дети видели змеи и были ситуации с ними но в общем они ориентировались и сразу отходили в сторону понимая причем маленькие вот насколько какие вопросы есть спрашивают сколько времени у нас есть до оказания помощи ну как в любой экстренной ситуации максимально быстро максимально быстро реагируем без паники спокойно уложили обработали руки обработали место высосали яд до сплевывая он не опасен внутрь при глотании он обезврежет желудочным соком и соответственно зафиксировали конечность и еще ни в коем случае нельзя накладывать жгут потому что это может увеличить да то есть только такая мягкая септичная септическая повязка и максимальная конечность должна быть обездвижена то есть чтобы дальше не распространялся яд да очень важно вспомнили по поводу жгута жгут нельзя накладывать и так же как иногда тоже раньше писали рекомендациях сделать надрез никаких надрезов аккуратно обработали раму высосали яд и дальше уже оказывать помощь антигистаминные препараты обезболивающие если надо дексаметазон это вот то что вы можете если скорая долго едет то что вы можете сами но по поводу времени нет таких четких действительно границ потому что что за змея насколько она ядовито это неизвестно но в нашей полосе чаще всего гадюка степна это и гадюка медиа мгновенная да ну вот я говорю что слава богу смертельных случаях не было зафиксировано но опять же мы всегда боимся анафилактического шока то есть как любой то есть яд может явиться аллергеном очень сильным и особенно это опасно для маленьких детей то что у них в силу их физиологии моментально развивается отек и реакция немедленного типа то есть вот в чем опасность еще даже не столько в самом укусе сколько то что как отряд я да как будет и плюс могут быть отсроченные осложнения на укус это тяжелое заболевание почек и даже в течение нескольких часов есть такое грозное осложнение как гемолитико-рымический синдром когда ребенку там или пострадавшему взрослому потребуется уже заместительная почечная даже терапия правильно сказал татьяна анатольевна что нужно всегда позвонить скорую сказать что случилось пока там они едут мы принимаем первые меры чтобы сориентироваться потому что не везде есть тоже отделение где могут оказать вот помощи именно для тех кого возникли осложнение страны почек но если вдруг до скорой не доехал мало ли бывает в жизни в жизни бывает всякое тогда своим ходом едем в стационар ни в коем случае не отказываемся от госпитализации потому что если вдруг будут вводить и противоядие оно вводится несколько раз неоднократно в определенной дозировке постоянно нужно будет в последующем после каждого введения противоядие пострадавшего брать анализы смотреть все это под контролем под наблюдением обязательно будут проводиться внутривенные инъекции с инфузией то есть это это лечение наблюдение даже несколько недель после укусы иногда не отказывайтесь и бывает так что на само противоядие то тоже можно реакция реакция это же сыворотка тоже чужая мы ждем вопросов ваших тех кто не задал давай тебя пролистаем может быть сместилась нет мы что-то не туда нажали так помахать здесь наверное может что-то сейчас секундочку у нас тут небольшие технические неполадки я пока поищу вопросы ваши пишите вопросы мы все прочитаем ответим можно в директ вписать мы ответим вопросы пожалуйста пишите так привет всем привет всем привет я тут уже чуть почти нашла нет мы ждем вопросы вопросы все нормально все зарабатывали ждем вопросов ну вопросов наверное нету тогда мы завершаем сегодня всем спасибо что выслушали нас надеюсь что мы с Татьяной Анатольевной были полезны вот и считаем что в общем было бы здорово если бы все таки приходили побольше к нам вопросов и вот нам интересно ваш любообразная связь на тему вот таких вот коротеньких эфиров по 5-10 минут в рубрике вопрос к врачу который бы вот с удовольствием участвовали я так думаю бы все наши педиатры вот я думаю Тима Владимировна включит тоже в расписании наших эфиров вот если это интересно напишите что-то в директ в комментариях мы с удовольствием вот будем выходить еще помимо наших основных тематических эфиров вот еще в таком формате по 5-10 минут рубрика вопрос к педиатру ну напоминаю что следующий эфир в рамках педиатрии у нас будет по заболеванию такому грозному как корь бурь который к сожалению у нас встречается да у нас были вспышки неоднократно на наше счастье у нас в наличии всегда есть вакцин от этого заболевания вот следующий эфир вот как раз Татьяна Анатольевна подробно все расскажет следите за нашими анонсами и всеми эфирами которые будут проводиться в рамках нашей клиники Кочеткова клиника на Борисовка 2 и 18 всем здоровья ваши лучшие друзья ваших детей ваши педиатры да ждем ваших вопросов всегда рады вас видеть на приеме всего доброго надеюсь тема была интересной и полезной до свидания всем пока вы действительно хотите субтитры субтитры